В это же самое время, когда в цивилизованном мире подобное просто представить себе невозможно, в Чечне российский губернатор, российский чиновник делает такие заявления, официально заявляет, что он пойдет и накажет членов семьи, отдает по сути приказ силовикам, давайте, говорит, работайте вот так. Слова Кадырова вам не показал, забыл, прошу прощения, давайте посмотрим, что сказал Кадыров. Мы не будем его искать, тратить свои ресурсы на то, чтобы заниматься его поиском, мы пойдем и убьем какого-нибудь члена его семьи. Слова Кадырова И во время этой встречи отдал приказ быть бдительными, во-первых. Очевидно, у них есть какая-то информация, что на Новый год, возможно, что-то может произойти. Он отдал приказ быть бдительными и, значит, заявил, что если кто-то совершит нападение на сотрудника или на наших гостей, подразумевая туристов, которые приезжают в республику, мы, он говорит, не будем этого человека бегать искать, заниматься его розыском мы не будем. Мы найдем членов его семьи, его родственников и отомстим им. Это дословный перевод, то есть мы отомстим. Он применил там чеченское слово чир, которое четко определяет именно месть. То есть воздаяние за то, что было сделано, равнозначными какими-то действиями. То есть если этот человек, например, совершил убийство, то это равнозначное убийство. Слово чир в чеченском языке применяется именно в вопросах мести, когда в отместку делается то же самое. И чаще всего там речь, конечно, идет об убийстве, о кровной мести. Но слово чир применимо также и в вопросах мести, когда, например, тебя избили и ты ровно точно так же избиваешь обратно. И он применяет там именно это слово. Он не говорит, мы с ними разберемся, с членами его семьи, мы создадим им проблемы. Он не говорит. Он говорит, именно мы отомстим, что подразумевает из всего контекста разговора, подразумевает, что они убьют в отместку за то, что их родственник кого-то убил. И затем, если вдруг кто-то постарался, попытался интерпретировать слова Кадырова, сказать, нет, он там имел в виду не то. Кадыров, как будто бы сам отрезая дороги к этой интерпретации, он потом далее говорит, как у нас, он говорит, было во времена наших предков. Когда кто-то совершал убийство, то его брата или его отца, то есть человека, виновника, совершившего убийство, когда встречали его брата или его отца, их убивали. Вот и мы, он говорит, будем делать то же самое. И оттого, говорит, что получается, родственники этого убийцы спокойно тут ходят среди нас, говоря, что вот, мол, мы отказались от этого родственника. Нет, он говорит, вы не откажетесь. Сначала мы пристрелим одного из членов вашей семьи. Мы, это сейчас цитата, тот ту, он говорит, на членском языке, пристрелим одного из членов вашей семьи, а потом отказываетесь. Если у кого-то возникает вопрос, да, а что тут такого, они, они что, раньше этого не делали? Они делали. Но раньше этого не говорили. То есть, раньше, делая это, нельзя было открыто, официально об этом заявлять, подтверждать это своими словами. Давайте вернемся на несколько лет назад, посмотрите любые происходившие в республике вещи, когда сжигали, например, дома родственников, там, ушедших в лес, допустим, да. Или вот, например, на одном печати, когда было нападение, там, всех тех, кто нападал, их родственников задержали, затем сожгли их дома и выдворили из республики. Но никогда не говорили официально, что да, вот мы применяем коллективную ответственность. Такого не было. Тем более, когда касалось убийства. Наоборот, Кадырев официально говорил, типа, отец не отвечает за сына, там, сын за отца во всех своих эфирах. Но хотя они это практиковали. А сейчас он уже официально, во всех официальных источниках, начиная там с телеграм-канала самого Кадырева, под ЧКТР, как грязный, в общем, все республиканские СМИ показали это выступление Кадырева. И теперь, ну, официально уже это признается. Стоит ли ожидать действий? Я думаю, такого вопроса даже возникать не должно. Если раньше, не говоря, они это делали, заставляли родственников отвечать за своих людей, то сейчас уже официально это подтверждается. Теперь Кадырев, не стесняясь, отдает такой приказ, заявляет об этом. И это, конечно, посредствия войны в Украине. Эти события, это крупномасштабное вторжение в Украину, оно очень сильно расширило вот это окно Авертона. Когда вещи, которые раньше нельзя было говорить, когда нужно было хотя бы имитировать какое-то действие какого-то закона, соблюдению каких-то там законов российских, то сейчас не нужно даже это имитировать. Теперь можно в открытую такие заявления делать. Наверное, не стоит упоминать, что Кадырев никак не на этом совещании, никак не прокомментировал, соответствуют ли эти слова, соответствуют ли этот приказ вообще каким-либо статьям российской конституции, уголовного права. Как это вообще вписывается в российскую законодательную систему. То есть, как можно такие вещи, как может глава региона подобное говорить? Очень просто. Очень просто. Теперь уже можно это делать. Сейчас это сделал Кадыров, значит, если в Чечне Кадыров что-то делает, потом это уже можно и на других регионах России применять. Поэтому сигналы, конечно, нехорошие в целом для россиян. Но особенно это плохо для жителей нашей республики, к сожалению. Это говорит о том, что теперь при возникновении каких-то подобных ситуаций, если там, не дай бог, кто-то нападет или совершит убийство, что-то подобное произойдет, теперь официально от имени этих российских правоохранительных структур, они будут применять институт к ровной мести. Они будут убивать ни в чем не повинных людей просто из-за того, что они состоят в родстве с этим человеком. Причем Кадыров ведь не говорит, что если тот человек погиб, например, мы будем наказывать. Нет, он говорит, мы искать его не будем. Если он скрылся, мы не будем, он говорит, себя напрягать тем, чтобы этого человека разыскивать. Мы просто пойдем по пути наименьшего сопротивления. Мы придем к родственникам и убьем кого-нибудь из членов его семьи. Вот такие вот новости сегодня, друзья. Очевидно, я так думаю, это была такая реакция Кадырова на наше замечание, когда, вы помните, ему сказали, что он стал скучным. Теперь его пресс-конференции, его какие-то выступления, в них не бывает ничего интересного, что стоило бы прокомментировать. И я ему тогда предложил хотя бы побить себя в грудь, сделать отжимание, презентание. И, видимо, Кадыров решил теперь таким образом нас удивить, сделать вот такое вот заявление, которое будет, конечно же, резонировать. И я считаю, что СМИ, мировые, правозащитные организации, все должны обратить очень пристальное внимание на это высказывание Кадырова, потому что, несмотря ни на что, несмотря на войну, которую сегодня Россия ведет в Украине, эти заявления незамеченными оставаться не должны. Им нужно дать правовую оценку, потому что это очень серьезный прецедент на самом деле. И дальнейшие какие-то действия, которые будут происходить в республике, они будут очень серьезно связаны с этим заявлением. Надо ожидать, что теперь, когда что-то будет подобное происходить, кто-то там кого-то убил, например, что-то такое произойдет, теперь родственники уже официально находятся в опасности. Официально. Если раньше это все было неофициально, то теперь это официально. Теперь все родственники виновника, они теперь в опасности. Теперь Кадыров официально заявил, что они будут убивать кого-то из членов семьи этого человека, из его ближайших родственников. Поэтому все эти люди находятся в зоне риска, и, соответственно, все эти люди должны моментально искать себе место, чтобы уезжать из, вообще в целом, из России. Кстати, я столько прокомментировал эту тему, а слова Кадырова вам не показал. Забыл, прошу прощения. Давайте посмотрим, что сказал Кадыров. Забыл, прошу прощения. Как вам такое? Глава российского региона проводит встречу с силовиками и официально делает вот такое вот заявление. До чего докатилась, да, эта страна? Разве это плохо, говорит, что наш чеченец Рамзан Кадыров во всем мире авторитетный? Даже сами русские видят его в будущем президентом будущей России. Да, авторитет, конечно, мощный. Особенно он свой авторитет поднял, когда в кольчуге танцевал на день чеченской женщины, по-моему, или чеченского языка. Авторитет, конечно, у него мощный. Когда его родственников включают в санкционный список, сидит и говорит, почему, при чем они. А теперь противоречит своим словам в том, что если кто-то будет против них, то будут отвечать и его родственникам. Там, если взять его слова, сказанные, все то, что он говорил до этого, то там очень много высказываний, где он четко и ясно говорит, мы ни в коем случае не нарушаем законы России, брат за отца не отвечает, отец за сына не отвечает, брат за брата. То есть, таких высказываний у него полно. И вот сейчас он в открытую делает такие официальные заявления. Конечно, на самом деле это очень серьезный такой сигнал. Конечно, можно эту тему там подстебать, над этим посмеяться, но это не смешно на самом деле. Потому что это человек с неограниченной властью на территории республики, на территории, где проживает полтора миллиона человек, как они заявляют, это огромное население. И он официально заявляет, что он будет вот таким образом бороться со своими противниками. И я сейчас не вникая в какие-то подробности, нападения, я сам считаю преступниками тех людей, которые, например, нападут на туристов, допустим, убьют там кого-нибудь туриста. Но если за это будут наказывать ни в чем не повинного члена семьи, ближайшего родственника этого преступника, то это очень опасная ситуация, когда родственники оказываются в положении, абсолютно незащищенном положении, когда они должны нести ответственность за какого-то члена своей семьи, который, может, съехал с катушек. Который, ну, в принципе, понимаете, за кого-то нести ответственность, это просто нереальные какие-то вещи. За себя бы как-то понести эту ответственность. А тут представьте, люди, живущие в республике, они теперь должны думать не только о том, чтобы они сами там ничего плохого не совершили. Они теперь должны думать о том, чтобы их родственники, чтобы там брат, чтобы сын, чтобы отец, что-то такое не сделал. Это очень печально на самом деле. Так, Милу Махет. Кадыров очередной раз показал свою недальновидность. Получается, можно отвечать таким же Макаром и кадыровцем, если даже не сегодня, то в будущем. Цавоха Париж. О, Ру, иншаллах. По предыдущему комментарию, получается, что мы тоже можем отвечать таким Макаром. Видите, в этом есть разница между представителями беззакония и представителями закона. Мы не можем себе это позволить, потому что мы не беззаконники. Мы ограничены действиями, рамками точнее, закона. Закона мусульман, шариата. Мы не можем себе позволить наказывать ни в чем не повинных людей, даже если они себе это позволяют. Понимаете? А вот, к сожалению, в этом и проблема, когда беззаконник может себе позволить все, что угодно, и поэтому у него, в его арсенале, очень много методов воздействия на тебя. Он может на тебя воздействовать путем притеснения твоих родственников, путем там чего угодно, в общем. Для него нет никаких правил, пыток, издевательств, фабрикации каких-то дел. А те, кто ограничен действиями, рамками какого-то закона, они не могут себе это позволить. И поэтому, что, допустим, что должны были бы сделать мы, будь мы сегодня, имеем мы сегодня власть, что бы мы сделали, если бы преступник совершил какое-то преступление? Мы бы обязаны были, наши правоохранительные органы, обязаны были бы найти этого преступника, обезвредить его, наказать его по закону за то преступление, которое он совершил. А само такое заявление, как мы даже не будем искать, заниматься его розыском, типа обременять себя, бегать, если буквально перевести, который сказал, мы не будем ходить и искать его. Илюш Лилард Астман говорит, мы не будем ходить, мол, и искать его. Представьте себе такое заявление, как это представитель закона делает такое заявление? Наоборот, ты обязан его искать, ты обязан его найти. Если ты имеешь в своих руках огромный ресурс, который тебя наделяет этот народ, который платит налоги, из этих налогов ты получаешь зарплату, вся эта правоохранительная система получает зарплату. Они не бизнесмены, они не продают какие-то товары или услуги и на полученные деньги в качестве благотворительности не занимаются охраной правопорядка, понимаете? Это не так устроено. Устроено так, что мы с вами, грубо говоря, обычные люди, работающие в разных сферах или же занимающиеся своим бизнесом, мы со своих доходов пополняем эту казну, платим налоги. И потом эти люди из этих налогов получают зарплату, то есть мы их нанимаем для того, чтобы они как раз-таки преступников разыскивали, находили, обезвреживали, наказывали. И этот человек говорит, мы, смотрите, он говорит нам, вам, кто платит нам деньги, мы вам говорим, мы никого искать не будем на ваши деньги. На ваши деньги мы пойдем и убьем родственника, ближайшего этого человека. Представляете, насколько это нагло? Это, если бы сейчас шведы, я бы мог говорить на шведском языке, я вот шведам поведал бы об этом, о том, что сказал Кадыров, здесь просто люди в шоке были бы от подобного, потому что здесь очень хорошо шведы понимают, что значит платить налоги, и что значит правоохранительная система работает за эти налоги, понимаете? у них здесь четкая связь, они говорят, мы, подождите, причем здесь налоги гораздо выше, чем в России, и каждый швед, работающий здесь, он понимает, что он отдает эти деньги для того, чтобы у него, когда снег, снега навалило, вот у нас сейчас очень много снега в Швеции, эта зима очень снежная, вот я, кстати, тоже здесь работаю, тоже получу налоги, вот смотрите, я знаю, что я плачу для того, чтобы утром, когда я буду выходить, у меня дорога от моей двери, в общем, дорога от моей двери, чтобы она была расчищена от снега, потому что коммунальная служба, она тоже существует за счет моих налогов, и вот они почистят мою дорогу, чтобы я мог спокойно выйти, по очищенной от снега дороге пройти, сесть в свою машину, и по очищенной от снега дороге поехать, по хорошей дороге, асфальтированной, хорошего качества, мне не нужно переживать о том, что там может быть где-нибудь соли не посыпали, что там будет скользко, или что там будут какие-то ямы, понимаете, мы голова не болит, потому что это все очень хорошо здесь налажено и работает, общественное телевидение, которое существует за счет налогоплательщиков, они не показывают рекламу, потому что шведский налогоплательщик не хочет за свои деньги смотреть рекламу, и все, нет здесь рекламы, вот на федеральных каналах, как вот в сравнении, допустим, на первый канал, телеканал Россия, НТВ, там сколько рекламы, здесь нет рекламы, здесь главный общественный канал, СВТ, по-моему, называется, ты на нем не увидишь никогда рекламу, потому что он существует за общественные деньги, за деньги налогоплательщиков, соответственно, рекламу он показывать не должен, он не должен заниматься бизнесом, понимаете, вот это вот четкое есть понимание, и в вопросах правоохранительной системы здесь понимают, что они платят эти налоги для того, чтобы правоохранительная система хорошо выполняла свою работу, и они хорошо выполняют эту работу, а тут, представьте, если бы какой-нибудь там премьер-министр, допустим, в Швеции, если бы он сел бы вот так на общественное телевидение, существующее за счет налогоплательщиков, и сделал бы вот такое заявление, он сказал бы, так, значит, смотрите, если кто-то совершит убийство в Швеции, допустим, вот какой-нибудь мигрант, например, сейчас же такая антимигрантская волна идет по Европе, вот представьте, он говорит, если какой-нибудь мигрант совершит убийство, то если он скроется, мы не будем его искать, тратить свои ресурсы на то, чтобы заниматься его поиском, мы пойдем и убьем какого-нибудь члена его семьи. Здесь просто люди в шоке были бы от подобного заявления. А в это же самое время, когда в цивилизованном мире подобное просто представить себе невозможно, в Чечне российский губернатор, российский чиновник делает такие заявления, официально заявляет, что он пойдет и накажет членов семьи, отдает, по сути, приказ силовикам, давайте, говорит, работайте вот так. Милу Махет, я-то прекрасно понимаю, что такое нельзя практиковать. Хотел и знал, что ты дашь именно такой ответ. Интересно получается, мы, которых они называют террористами, знаем, что это преступление, а они это делают. Ну, я... Я не знаю насчет мы. Мы, понятно, что мы этого делать не будем, но, к сожалению, крайности, они есть не только там на стороне Гадырова. Мы эти крайности можем увидеть и на других сторонах, которые, может быть, официально там как-то даже враждуют с Кадыровым и могут руководствоваться какими-то там даже религиозными терминами, чуть ли они там мощные мусульмане. Но иногда и от таких людей ты можешь услышать нечто подобное, когда они, допустим, заявляют о том, что они тоже будут мстить там родственникам Кадырова и Кадырова или Кадыровцев и могут обосновывать эти свои слова, там, аятами из Хурана, где, например, воюете с ними так, как они воюют с вами. Примерно таким аятом они... Ну, я просто встречал таких людей. К сожалению, эти крайности, они встречаются не только там. Ас-саламу алейкум, брат, и всем братьям и сестрам Люля. А помнишь, когда сделали санкции против твоих родственников, ты же говорил, при чем тут моя семья, почему они должны страдать из-за меня? и так далее. Петух ты говорил.